Дорогие итальянские друзья, весьма рад представить вам короткое интервью со знаковым украинским писателем, лауреатом международных наград, членом Европейской Академии Наук, Искусств и Литературы Александром Коротко в связи с радостным событием, выходом в свет на итальянском языке в издательстве «Иквадерни Дальварди» его этапного романа «Лунный мальчик». Уважаемый Александр, я рад поздравить вас с выходом вашего романа на итальянском языке. В украинской литературе он уже был отмечен среди прочего и премии имени Максимилиана Кириенко-Волошина Национального союза писателей Украины. Произведения этапные для отечественной словесности. И за псевдодетективным сюжетом здесь ощущается вскрытие разрастающихся метастаз духовного вырождения в украинском обществе и вскрытие механики капиталистических отношений, которые в 90-е годы начали у нас развиваться. В этих условиях как бы вы обозначили то творческое кредо, которое подвигло вас на создание этого произведения и остается ли оно актуальным для вас ныне? Спасибо. Спасибо за вопрос, поскольку у нас очень сжато время. Буду стараться быть более лаконичным. Моё творческое кредо остается неизменным. Я могу его сформулировать, мне это сделать очень просто. В своём творчестве я всегда желаю только одно, чтобы моя литературная художественная правда была выше правды земной. Потому что есть это творчество, всегда есть замысел, всегда есть вымысел. И очень важно, чтобы читатель в это поверил. Поверил и так. Литературная художественная правда моих произведений должна быть выше правды земной. И этим я руководствовал с этим моим писательским, поэтическим кредо, когда писал этот роман. Ну, наверное, следует сказать несколько слов о самомрывании, о замысле. Что бы я хотел сказать. Эта книга, этот роман, конечно, не о приобретениях, как может показаться вначале. Он о потерях. И на самом деле о потерях не материальных, а о потерях духовных. И очень интересное наблюдение, хочу высказать, как бы, то есть, расшифровывая свой, как бы, внутренний код. Героиня главная, журналист, очень любила своего мужа, которого, как бы, условно назван лунным мальчиком, который все продумывал и так далее. И вот, она его очень любила. Но после его смерти, она не отвыкла от него. Она его разлюбила. Она не могла ему простить тех уроков, которые он ей преподал, чтобы она из благих намерей, чтобы она стала более сильной в этом мире. Но он и нанес ей такие душевные, духовные раны, после которых она не смогла этому простить. И она его разлюбила. Можно много говорить еще о романе, который показывает, что первично нематериально. А духовное, у нас есть у всех один Бог. Но у нас еще есть два мира. Этот мир и горный. И как раз героиня, и ее душа, как главный герой, указывает этот путь. Поэтому, если вернуться еще к поэтическому кредо, я бы сказал, как должен сегодня писатель, на мой взгляд, творческий человек, отражать эту реальность. Очень апокалиптическую, я сказал. Нестабильную. И очень многие люди потерялись в этом мире. Я считаю, что его позиция должна быть, как позиция отстраненного, рефлексирующего наблюдателя и созерцателя. Five minutes. Благодарю вас за увлекательную беседу, Александр. И желаю вашему переводу, итальянскому переводу романа «Лунный мальчик». Частливого пути к сердцам итальянских читателей. Спасибо.